Юные, спортивные, красивые и активные. В Волгограде определили лучшие команды финального этапа первенства России по футболу среди женских сборных. Кубки, медали, цветы и грамоты победительницам и призерам вручил председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников. Ареной жарких поединков стал спортивный комплекс «Зенит» в Краснооктябрьском районе. В течение 10 дней в Волгограде за победу боролись представительницы самого популярного вида спорта из Москвы и Питера, Ростовской и Свердловской, Владимирской, Нижегородской и Воронежской областей Краснодарского края. В финале сошлись сборные Свердловской области и Санкт-Петербурга. Со счетом 2-0 победила команда из северной столицы. Девушки из берегов Невы увезут и Волгоградский загар, и Кубок первенства. В церемонии награждений приняли участие представители Российского футбольного союза Ирина Великанова, президент Федерации футбола Волгоградской области Михаил Шабунин и председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников. Мы посмотрели совершенно невероятное действие. Сегодня девчата показали свои лучшие футбольные качества и также выносливость при нашей жаркой погоде. Все, конечно, уставшие, все радостные. Энергия нашего города-победителя, города-героя Волгограда, она вот сейчас в каждом участнике этих соревнований. Всем понравилась Волга, тоже поделилась своей энергией, поэтому девчата такой вот невероятный вообще эмоциональный подъем. Стадион «Зенит» – один из старейших в городе на Волге. В 2017 году его основательно реконструировали в рамках подготовки спортивной инфраструктуры к матчам Чемпионата мира по футболу. Использовать футбольную арену теперь можно в любое время благодаря обновленному освещению. Сегодня на «Зените» проходит соревнование по футболу всех уровней – от игр школьной лиги до матчей Российского футбольного союза.